Здравствуйте дорогие друзья! Приветствую вас на нашем канале Медицинский Английский, где мы изучаем Медицинский Английский в контексте, на примерах из англоязычных книг и видео. И если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, чтобы поддержать наш полезный проект. И сегодня мы поговорим с вами о таких словах, как helpful и effective, полезный и эффективный, которые мы часто используем, говоря о том, что что-то, например, какой-то препарат или какой-то метод или какой-то подход могут быть полезные или эффективные в чем-то или для кого-то. И эти прилагательные используются очень часто с предлогами после них. Перед ними обычно стоит глагол to be в его различных формах, а после него стоят предлоги. Поэтому запоминайте helpful, effective, после них стоит часто предлог in или предлог at. И в таком случае следующее слово, следующим словом часто является герундией. Напоминаю вам, что герундией это глагол с окончанием ing. Еще раз, первый вариант helpful, effective, plus in or at, plus a gerund. То есть предлоги in или at, или и далее герундией. Давайте посмотрим на несколько примеров. Все примеры взяты из книги Харрисона, которые мы разбираем в нашем курсе медицинский английский по Харрисону. Многие знают это известное руководство. И давайте посмотрим, как в Харрисоне используются эти слова. Это предложение нам со студентами встретилось, когда мы разбирали острое почечное повреждение. И обратите внимание, что после предлога идет герундией. Preventing, то есть глагол prevent с окончанием ing и reverse с окончанием ing. А перед ним стоит глагол to be в инфинитиве. Давайте посмотрим еще несколько примеров. И всю эту табличку можно будет увидеть и скачать в нашей группе ВКонтакте. И также на нашем сайте. Все ссылочки будут под данным видео. Здесь, посмотрите, опять перед стоит у нас глагол to be, а после него стоит предлог at, а после at стоит герундией. Reducing. И еще один момент. После герундией не ставится предлог of между герундием и следующим существительным. Действительно, посмотрите. Preventing the condition. Не preventing of the condition, а preventing the condition. Reversing the condition. Это еще один важный момент. Также здесь. Reducing the side effect. Полезен в снижении побочных эффектов. Effective in treating nausea. Эффективное в лечении тошноты. Дальше. To be effective in preventing the acute attacks. Быть эффективным для профилактики острых приступов. Опять смотрим, что стоит впереди, что стоит позади. Вообще приучайтесь к такому внимательному и аналитическому чтению. И на всех своих курсах я делаю на этом акцент. Чтобы вы учились делать выводы о каких-то грамматических или лексических конструкторах, когда вы читаете или смотрите какое-то медицинское видео или тексты на английском. Всегда смотрите, что стоит впереди, что стоит позади, в каком контексте это используется. Встречаете ли вы похожие структуры, чтобы сделать вывод о том, что да, именно так используется данное слово или данная грамматическая структура. Еще раз. Мы здесь смотрим впереди часть глагола to be. После предлог in или at. Герундий. То есть форма ing. И без предлога следующие существительные. Нет предлога of. To be effective in preventing the acute attacks. Следующий пример. May be effective in ameliorating pain. Может быть. То есть это тоже глагол to be по сути, только с модальным глаголом may. Effective может быть эффективным. В чем опять? In. Ameliorating – это синоним слова improving. Дословно улучшение, но мы можем сказать уменьшение. Ameliorating pain. А опять нет у нас здесь предлога of. Многие стараются сюда поставить предлог of. Никогда не ставится после герундия, перед следующим существительным предлогом of. Следующее. Is only effective in detecting small to moderate effusions. Является эффективным только для обнаружения маленьких, небольших или умеренных выпадов. Небольших или умеренных выпадов. Менее 100 мл. Опять смотрим. Впереди глагол to be. Между ним и прилагательным могут стоять какие-то дополнительные слова. Например, на речи о умный только. Дальше предлог in. И герундий, то есть detect plus ing. И дальше effusions, то есть существительный без предлога of. Ну и последнее в этом разделе, это у нас to be effective in preventing or correcting hyponatremia. Быть эффективным для профилактики или корректировки, то есть улучшения, лечения, можно здесь сказать, гипонатремии. Опять впереди глагол to be, позади у нас с вами предлог in. И дальше герундий, то есть in-говая форма. После герундия нет предлога of перед следующим существительным. Еще раз просмотрите эти примеры, эту табличку и проанализируйте, как используются прилагательные, прилагательные helpful и effective, потому что это правило действует для двух этих прилагательных, с предлогами in, at и герундия после ни. Это был первый пример. И в следующем видео мы поговорим с вами еще об одном предлоге, который может стоять после этих прилагательных. Продолжение следует...